Доброе утро, Полтава! Мы в офисе 1580 узнаем о прошедших событиях за последние сутки, чрезвычайных и не только. Доброе утро, Сергей! Доброе утро! Расскажите, что произошло, Полтава? За вчера у нас 4 чрезвычайных происшествия. Значит, одно из них ДТП на Зиньковском переезде. Две машины столкнулись, трое пострадавших. Один из пострадавших, доставленный в больницу. Два пожара, один на Репино, горела квартира, там в основном выгорели личные вещи, и второй на Некрасово, пристройка к дому горела. То есть, до не пострадавших? Да, да, пострадавших нет. Значит, ножевое ранение на Братевшемыке в 2 дров 22, пока у нас подробностей нет, полиция выясняет. На сегодня у нас ожидается температура днем минус 6, минус 8, на дрова, говорю. Ну, в принципе, сейчас выходили на наше троллейбусное управление, на связи с полицией, пока жалоб на состояние дорог у нас нет. То есть, более-менее все... Традуары тоже посыпают? Традуары работают, да, посыпают работники ЖЭКа. Около 300 человек сейчас вышло. Это и в парках работают, и работники ЖЭКа, и УМБ номер 23. Остается у нас, как и было со вчерашнего дня, 3 дома без газа. Если честно, мне тяжело комментировать ситуацию на Умазной 5, потому что вроде бы там все договорились. Из Полтавого газа, из главного кооператива, это кооперативный дом. Это там, где сосулька перебила, газа был перебил. Там проволочки буквально в том, что, я так понимаю, надо будет подписать просто акт на выполнение работ. Ну, люди уже третий день без газа. Хотя, на самом деле... Отопление нормальное, либо же газовое? Ну, там отопление, по моей информации, что есть у одного человека индивидуальное отопление. Ну, если честно, я не могу понять. Полтавого газа согласен даже выполнить работу, если кооператив предоставит свои материалы. Возможно, что-то недоговаривают. Но пока нету дополнительной информации. Сейчас будем выяснять, почему до сих пор не включены. Ну, в принципе, сутки вчера прошли спокойно. Вечером работала техника по посыпке дорог и улиц. От гололеда еще не многие просто, да? Да, да, да. Ну, держим связь с травмпунктом, в принципе, как более-менее. А Полтавого было нервно? Были ли отключения? Были отключения. В 70-е у нас останавливалась котельная на Горького, 56. Останавливают буквально на 2 часа. Так что, в принципе, сутки прошли спокойно. А ожидают у нас что за погода на сегодня? Саша, что у нас зная, что есть? Ну, ночью, как и ожидалось, минус 10, минус 12. И днем сохраняется мороз, минус 6, минус 8. На дорогого гололеда ветер 7-12 метров в секунду. Хорошо, что ветер же не сильный по сравнению со вчерашним днем. Так что, думаю, что было более-менее все нормально. Одевайтесь в тепло, ходите аккуратно, чтобы не пришлось обращаться в травмпункт. И хорошего у вас всем настроения. Спасибо вам, Сергей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.